МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы надеемся, что с 15 июня у нас будет возможность уже организованных занятий на улице, во дворах, на плоскостных сооружениях. Поэтому мы сегодня в этом направлении ведем большую работу. О возвращении другой инфраструктуры активного досуга, кроме уличной, говорить пока сложно. Эпидемиологическая ситуация отслеживается ежедневно. Меры ограничения в Тюменской области будут действовать минимум до середины июня. Я думаю, что занятия в залах, наверное, это будет следующий этап. По крайней мере, мы ждем организованных занятий на улице, именно на спортивных площадках. Безусловно, это турниковые комплексы, это игровые площадки. Но все мы здесь, безусловно, в первую очередь должны соблюдать все меры безопасности. И, конечно же, уже какое решение будет принято, будут это организованные занятия, либо соблюдением всех мер безопасности, либо будет возможность в том числе включать игровые взаимодействия. Мы к этому готовы. Приоритетом открытия придомовых спортивных площадок остается соблюдение мер предосторожности. Поэтому все тренеры и инструкторы изучают методические рекомендации по соблюдениям социальной дистанции. Еще один новичок появился в составе Тюменского ХК «Рубин». Клуб подписал защитника Дмитрия Акишина, воспитаннику челябинского хоккея 28 лет. Игрок уже очень опытный, но под лимит еще не попадает. Минувший сезон он провел в чемпионате ВХЛ в Новокузнецком Металлурге. За 51 матч Акишин набрал 9 очков при лучшем среди оборонцев команды показатели полезности, плюс 18. Именно надежная игра у своих ворот – козырь защитника Домоседа, плюс хороший первый пас, позволяющий на скорости выйти из обороны в атаку. У Дмитрия есть опыт матчей в КХЛ за столичное «Динамо» и Новокузнецкий клуб. В 2015 году в составе студенческой сборной России он выиграл Всемирную универсиаду. В ВХЛ Акишин выступал также за Балашихинское «Динамо», «Спутник» из Нижнего Тагила, «Красноярский сокол», «Дизель» из «Пензы», «Торпеда» из Усть-Каменогорска и «Тамбов». Всего в лиге у него 355 матчей. Акишин стал первым летним и уже шестым по ходу межсезонья новичком «Рубина». Ранее клуб подписал защитников Игоря Мережко и Никиту Жульдикова, а также форвардов Алексея Митрофанова, Никиту Мокина и Вадима Хлопотова. Отличный вестник возвращения к нормальной жизни любители зумбы вышли на занятия на открытом воздухе. Попрактиковать зажигательный танцевальный фитнес с обязательным соблюдением социальной дистанции вечером вторника на площадь борцов революции собралось несколько десятков прекрасных сибирских зумбит. Многие из них занимались на самоизоляции в домашних условиях, но открыть лето активно при такой погоде – святое дело. Зумба – это такая танцевальная фитнес, прежде всего, тренировка, которая направлена на кардио, и также даже есть силовые. Она включает в себя четыре основных ритма – меренги, регетон, кумбе и сальса. Но сейчас 21 век на дворе, и мы добавляем еще кучу молодежного – и хип-хоп, и бразилиан-поп, и всякое-всякое-всякое такое. Занималась спортом в атлетике, и вдруг поняла, что кроме силовых, я же девушка, надо что-то такое пластичное, танцевальное. И вот там была зумба, поэтому я пошла, мне понравилось. Этим летом по мере улучшения эпидемиологической ситуации тюменские инструкторы по зумбе планируют множество свободных мероприятий. Это был последний сюжет на сегодня. Эту и другую информацию о тюменском спорте вы сможете найти на сайте asnta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова